Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженным. По данным управления Роспотребнадзора по Якутии зарегистрировано 287 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом 143 случая зарегистрировано в столице нашей Республики, городе Якутию. В Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирненском и Хангаласском области зарегистрировано, по мнению оперативного штаба, высокое количество случаев, по 15 случаев, в связи с чем даны соответствующие установки в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Молданском и Мирненском оперативных штабах по усилению контрольной деятельности за соблюдением мер, определенных указом главы Республики. 13 случаев зарегистрировано в Нюрбинском и Лусе, 12 в Нюрингринском, 9 в Оленёкском, в Илюйском и Амиконском, по 8 случаев. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 10 районах Республики. На настоящий момент Оперштаб отмечает, что наиболее сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой является обстановка в Алёкминском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Намском и Хангаласских районах. Соответственно, оказание медицинской помощи и соблюдение норм санитарно-эпидемиологического характера в этих районах помимо оперативных штабов районов находится на контроле у Республиканского оперативного штаба. На настоящий момент на сегодня в тяжелом состоянии в наших медицинских учреждениях находятся 138 граждан Республики, из них достаточно в тяжелом состоянии. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 39 человек. Необходимо обратить внимание, что все медицинские учреждения районов Республики и Улусов оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких и оказывается медицинская помощь во всех районах Республики. В Республике продолжается вакцинация. Первую вакцину получили 432 288 тысяч человек, что составляет 63% от взрослого населения Республики. Необходимо обратить внимание, что глава Республики ставит основной задачей осуществление в том числе и ревакцинации. Граждан Республики на сегодня ревакцинацию получили 41 149 человек. Мы считаем, что и Министерство здравоохранения, как и Российской Федерации, и известные эпидемиологи считают, что и признанные эпидемиологи, профессионалы считают, что ревакцинация сегодня должна осуществляться непосредственно в кратчайшие сроки для тех, кто вакцинировался 6 месяцев назад. Первую вакцину в целом по Республике из граждан 60 лет получило 83 576 человек. Необходимо обратить внимание, что это лишь только 59% от общего количества. При этом количество лиц старшего возраста, которые находятся у нас на больничных койках, он значительно больше. И в основном это все невакцинированные граждане Республики. В связи с чем я призываю все-таки граждан Республики как старшего возраста, так и граждан Республики, которые имеют матерей, отцов, дедов и, соответственно, старших братьев и сестер пройти все-таки процедуру вакцинации. Особенно, если они имеют ослабленное здоровье. Параллельно сегодня у нас идет вакцинальная кампания против гриппа. Необходимо обратить внимание, что от плавного показателя в Республике привито 43%. Само по себе, если в прошлый санитарно-эпидемиологический сезон грипп не циркулировал на территорию Республики, мы прошли значительно мягче. Еще раз обращаю внимание на все-таки недопустимость распространения возможного микса гриппа и новой коронавирусной инфекции и призываю всех прийти, в том числе и на вакцинацию от гриппа. Сегодня от гриппа привито у нас 52% от детей, 113 тысяч детей, которые живут на территории Республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, с понедельника действуют ограничения, связанные с посещением ряда учреждений, организаций, в том числе в каждом городе и районе Республики, только через лиц, которые непосредственно переболели или получили вакцину при наличии соответствующего QR-кода. Обращаю внимание на безукоснительное соблюдение указа главы Республики в данном направлении, потому что это дает возможность, прежде всего, нам с вами снижать темпы прироста заболевания на территории нашей Республики, ну и охранять тех, кто в силу определенных обстоятельств не может получить вакцину, так как имеет соответствующий медицинский отвод.